В эфире программа «Область культуры». Здравствуйте! В студии Ростислав Азизов и смотрите сегодня. На твердую четверку заместитель министра культуры дала оценку Амурским ДК, библиотекам и музеям. В новом формате их при Амуре в рамках национального проекта модернизируют учреждения культуры. Еще пять в область доставят новые автоклубы. И творческие люди. «Цирк Апп» стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 2 миллиона рублей. Амурская культура на высоком уровне. Такую оценку дала Ольга Ирилова. Заместитель министра культуры России в ходе рабочей командировки посетила Ивановский район и лично оценила работу Дома культуры, Музея и Школы искусств. Также она узнала, как преобразилось главное книгохранилище села после масштабной модернизации в рамках национального проекта. Наша съемочная группа тоже побывала в Ивановке. Знакомство с культурой Ивановского района Ольга Ирилова начала с главной достопримечательности села. На озере, где обычно цветут лотосы, замминистра встретила уже знаменитая пара лебедей – Петр и Феврония. Сделав фото на память, Ольга Сергеевна отправилась в местный Дом культуры. Сегодня в Ивановском районе работает 138 клубных формирований, из них 43 любительских и 78 самодеятельных коллективов. Это здание было построено в 60-х годах прошлого века. Капитальный ремонт здесь провели 5 лет назад, после наводнения 2013 года. Тогда потребовалась замена кровли, новой аппаратуры и кресла. Сегодня в зале 170 мест. Но их не хватает, особенно когда приезжают артисты филармонии, театра драмы и звезды Амурской осени. Замечательный клуб сегодня в Ивановке. Да, он сделан не в рамках национального проекта «Культура», но сотни таких клубов у нас появляются именно в рамках национального проекта «Культура». И вот один из таких запланировано как раз создание в Усфуркеме. Это национальное село, оно небольшое, но мы, когда рассматривали заявки, абсолютно все сошлись во мнении о том, что в этом селе, где сохранятся традиции венкийского народа, должен быть такой клуб. И это решение принято, он будет строиться в следующем году уже. И надеюсь, что очень быстро он наполнится самыми разнообразными творческими проектами. На территории Ивановского района 23 культурно-досуговых учреждения. В селах, где нет домов культуры, работают автоклубы, которые стали незаменимыми помощниками в организации различных акций и проектов. Наша задача стоит максимально сделать комфортными условия в части досуговых мероприятий, в части домов культуры на территории сел. Мы активно принимаем участие в программе инициативного бюджетирования областной. Благодаря этому только в 2020 году у нас идет ремонт в семи домах культуры. Грубо говоря, на каждый дом культуры по миллиону рублей. И, соответственно, на 2023 год мы попали в федеральный бюджет на пристройку школы искусств в селе Ивановки. Но это сегодня просто необходимо, потому что на данный момент школа искусств у нас переполнена. Сейчас в Ивановке проводится ремонт историко-краеведческого музея, который является гордостью района. Ежегодно его посещает более 17 тысяч туристов. Недавно здание обновили и заменили кровлю. Работы продолжаются, но в планах у нас еще все-таки остается строительство мечты русской избы, отдельно стоящей. Я о ней уже говорила, что, возможно, по легенде это будет изба первого поселенца Ивана Куцова. И я вот всегда рассказываю, могли бы попить чай из самовара, на прялочке попрясть, поучаствовать в глажке белья и так далее. Это сейчас востребовано. В 2019 году сотрудники музея провели около 350 экскурсий и организовали 38 выставок. Сегодня специалисты готовят новую экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Теперь она будет более интерактивной. Мы посмотрели, что нужно показать новый материал, но логистику построения, логику событий мы изменить не можем. Но рассказ, допустим, о начале, буквально первых днях Великой Отечественной войны, о том, какие сведения, о том, как ушел у нас 10 класс на фронт из нашей Ивановской средней школы. Вот на следующий день после объявления войны они практически все пришли в районные военкоматы, написали заявление вместе с директором школы, примите меня добровольцем на фронт. Но у нас нашлись новые данные о том, что классов был не один класс был выпускной, а два класса. Все документальные данные. Вот сейчас мы начинаем работу с нашим областным архивом, где, я надеюсь, мы найдем уже точные подтверждения и уже представим их как наше небольшое научное открытие. В зале уже установили новые стенды сигнализации. Это позволит выставлять раритетные экспонаты и подлинные медали из фондов. Сейчас, кстати, он насчитывает более 18 тысяч предметов. Госшвеймашин – это еще один из новейших экспонатов здесь, в Историко-Крайовеческом музее Ивановского района. Его совсем недавно, пару месяцев назад, сюда передала жительница города Благовещенска. На этой машинке ее бабушка в годы Великой Отечественной войны шила вещи и отправляла их на фронт. Замминистра культуры посетила все шесть залов музея, но свое внимание акцентировала вот на этой картине. Ее написали амурские художники. Они изобразили события, которые происходили в Ивановке ровно век назад. Тогда японцы напали на село, сожгли все дома, единственное нетронутым остался храм. После небольшой экскурсии Ольга Ирилова оставила свои пожелания в книге отзывов и отправилась в библиотеку, которая в прошлом году получила статус модельной. Ровно год назад главная книгохранилища Ивановского района выглядела вот так. Невзрачные стены, старые полки и неудобная мебель. Сегодня это новое пространство, которое отвечает всем современным требованиям. Полгода реализации этого проекта пронеслись, ну как, три дня. Было, не скрою, конечно, сложно. Многому научились, многое открыли для себя впервые. Но то, что получилось и то, что теперь будет для наших сельчан, для наших гостей в этой библиотеке, конечно, всех наших усилий это стоит. На реконструкцию учреждения культуры из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей. К ремонту в библиотеке приступили в январе. Уже сегодня пространство разделили на зоны. В том числе теперь здесь есть игровая для детей, появился зал для презентации и конференции, место для учебы и чтения книг. Если говорить о фонде, у нас был фонд 46 тысяч, теперь поменьше, конечно, но качество фонда улучшилось. Мы приобрели много новых книг, начиная 0+, и заканчивая 100+, по разным направлениям. Теперь библиотека станет еще доступнее. Специалисты решили отказаться от лишних бумаг и завели электронные читательские билеты. Каждая книга получила свою радиочастотную метку. И теперь процесс книговыдачи намного упростится, потому что все будет идти через специальное оборудование, и библиотекарю уже не нужно будет записывать формуляр книги в читательском билете. Это все сразу считывается специальным оборудованием и фиксируется. В Ивановской библиотеке теперь можно не просто почитать книги, но также позаниматься 3D-моделированием, поработать за ноутбуками, компьютерами и просто отдохнуть вот на такой мягкой зоне. Также все желающие могут выпить вкусный кофе, воспользоваться скоростным интернетом и почитать различные журналы. А сейчас мы находимся в детской комнате Ивановской библиотеки. Здесь есть очень много технического нового оснащения. Это VR-очки, дополненная реальность виртуальная. Также есть вот такая интересная виртуальная доска, где каждый ребенок может подтянуть знания по английскому языку, узнать, например, как по-английски произносится морковь. Вот и я сегодня это узнал. Также здесь есть вот такой виртуальный умный пол, где любой ребенок может поиграть в разные игры. Ну, мы, например, с моим соперником сейчас сыграем в футбол. Ольга Ирилова встретилась с работниками учреждения и поинтересовалась их мнением о модельной библиотеке, также дала пару рекомендаций и поделилась опытом столичных проектов. Я пожелала коллегам, чтобы таких библиотек остановилось все больше и больше, чтобы они были в каждом муниципальном районе, чтобы они были такими точками роста. Вы, наверное, обратили внимание, что это уже не просто склад, где хранятся книги, где они выдаются. Это такой культурный, многофункциональный центр, куда хочется прийти всей семьей. Я абсолютно убеждена, что каждый найдет себе место по душе. И сегодня губернатор, я знаю, принял такое решение, чтобы создавать вот такие модельные библиотеки в каждом муниципальном районе Амурской области. Это будет здорово. Я думаю, что все жители будут очень-очень благодарны этому проекту. Также замминистра рассказала, что уже в следующем году в Преамуре будет модернизировано еще три библиотеки. Одна из них в Ивановском районе в селе Березовка. Но так как это филиал, они получат поменьше суммы, 5 миллионов рублей, но это достаточные средства, чтобы библиотека в Березовке действительно стала современным центром. У них концепция немного другая, а не библиотека семейного чтения. То есть у них акцент будет сделан на то, что библиотека должна собирать свои, приглашать и собирать именно семьи, чтобы и дети, и родители совместно через различные формы работы получали доступ к библиотечным ресурсам. Сейчас в Преамуре более 300 библиотек, наверное, поэтому в прошлом году наш регион вошел в топ-20 самых читающих в России. В области продолжается работа по созданию модельных учреждений культуры. В 2020-м будет открыта еще одна Благовещенская библиотека искусств. Сейчас в ней проводится ремонт и установка нового оборудования. В 2019 году первой модельной библиотекой стала Благовещенская молодежная. Теперь она носит имя Антона Чехова. На федеральные средства здесь обустроили студию звукозаписи, приобрели цифровое фортепиано, акустическую систему и виниловый проигрыватель. 3D-принтер у нас — это отдельная такая большая тема. У нас благодаря 3D-принтеру в библиотеке сформировалась студия 3D-моделирования. Ребята активно приходят, изучают IT-технологии, какие-то новые аддитивные технологии. В нашей библиотеке мы постарались учитывать каждое пространство. Где-то это мешки, где можно в углу, например, присесть, уединиться с книжкой. Где-то это складные столики, которые тоже можно откинуть и тут же поработать с ноутбуком. Мы постарались максимально задействовать каждый кусочек площади, потому что площади не так много, но чтобы все это работало, работало для читателя, работало для наших посетителей. В Преамуре заместитель министра культуры России также обсудила еще одно направление национального проекта. Это приобретение современных автоклубов. В прошлом году наш регион получил 6 спецавтомобилей. В этом планируется доставка еще пяти. К транспорту идет полный комплект техники, колонки, микрофоны, пульт и ноутбук. Автоклуб в первую очередь предназначен для работы в отдаленных селах, где не стационарных клубов и домов культуры. В специальной машине есть все необходимое для проведения концертов в полевых условиях. Выдвижная сцена, занавес на случай дождя и даже место, где можно разместить экран. Автоклуб – это такая палочка-выручалочка, которая может доехать до любого населенного пункта, до любой самой дальней деревни и показать там кино, театральное представление, концерт или провести мастер-класс. Автоклубы, которые приходят в этом году, немножечко более модифицированы, чем те, что были в 2019 году. Сейчас в области большое внимание уделяется и оснащению кинотеатров. В ноябре 2019-го Благовещенский открылся первый кинозал в рамках реализации национального проекта «Культура». В этом году Фонд кино России выделил 5 миллионов рублей на модернизацию кинотеатра в Архаре, который будет оснащен современным цифровым оборудованием. Также по национальному проекту в прошлом году новые пианино, гитары, баяны и барабаны приобрели для музыкальной школы в Зейском, Тамбовском и Селемжинском районах, обновили инструменты и в Колледже культуры и искусства. В 2020-м квалификацию повысили 95 амурских специалистов, преподавателей детских учреждений культуры. А Благовещенский цирк-ап стал лауреатом Всероссийского фестиваля конкурса в номинации «Культура – это мы». Действительно победил ваш коллектив. Это такой локальный проект в рамках национального проекта «Культура». Мы тоже делаем это впервые. Мы поддерживаем самодеятельные коллективы. Мы всегда предусматривали деньги для федеральных, больших, крупных коллективов. Но в рамках национального проекта мы решили, что мы не можем оставить без внимания наши маленькие коллективы, коллективы из далеких сел, поселков, из далеких городов. Поэтому это абсолютно реально. 20 грантов такие коллективы получают ежегодно. Коллектив Амурской областной филармонии стал обладателем гранта в размере 2 миллионов рублей. Одним из самых ценных приобретения будет лебедка для воздушных номеров, чтобы наш коллектив мог показать еще более высокий класс в этом жанре циркового искусства. Также будет приобретен реквизит «Колеса Сира», будет приобретены очень много реквизита для жонглирования, будут приобретены акробатические дорожки и многое-многое другое. Победа, добытая в формате онлайн, те эмоции, которые выдали наши ребята, и те эмоции, через которые пробили они через экран и достучали своими эмоциями до жюри, определил эту победу как более ценную. В завершении рабочей командировки Ольга Ирилова подвела итоги, и вот что рассказала об амурской культуре. Давайте мы оставим культуре шанс куда расти. Я думаю, что крепкую четверку можно поставить. Я объясню почему. Потому что еще очень многое предстоит сделать в культуре. Мы с вами видим, что у нас многие учреждения, крупные учреждения Амурской области, нуждаются в каком-то особом подходе, особой заботе. Вот одно из таких учреждений мы тоже будем делать реновацию в рамках национального проекта «Культура». Это реставрация Дома народного творчества. Мы начнем эту реставрацию в 2022 году. Театр и театр «Кукол», который тоже у нас включен в национальный проект «Культура». Театр уже выделили 39 миллионов рублей. Завершена подготовка проектно-сметной документации. Капитальный ремонт объекта состоится в 2021 году. В первую очередь, конечно, мы заботимся о внешнем виде здания. И будет обновлен полностью весь фасад. Кроме того, он будет утеплен, потому что, ну, не секрет, что в малом зале зимой у нас прохладно. В малом зале также планируют поменять кресла и паркет, отремонтировать административные помещения. Заменят и машинерию сцены. Для того, чтобы это было функционально, чтобы это опускалось, поднималось, разъезжалось. Ну, так, как это должно быть. Потому что мы же все-таки стремимся к тому, чтобы наш театр соответствовал всем современным требованиям. На этом у меня все. Проводите время с пользой и будьте с культурой на «ты». До встречи в эфире. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!